друзья купила сегодня дихлофос такой до него без запаха вот который уничтожает всех в общем и в интернете посмотрела что не надо руками махать они осы это воспринимает как агрессию и поэтому они начинают атаковать а как же не будешь махать когда уже почувствовал когда они жалили уже реакция организма идет и сам забывая что надо делать начинаешь махать руками и получается результат ну в общем я уже не буду снимать как я пшикаю потому что вдруг начнут вылетать у меня и камера не улетела и вместе с дихлофосом поэтому потом уже какой результат получится вы если будут там вылетать тогда уже может что-то покажу страшно очень страшно ну надо друзья ну дима пока все занимается я попшикала теперь хочу посмотреть что там с этими сосами приподнять вам линолеум показать надеюсь они там уже подохли взяла фонарик вон они вон дохлые лежат две штуки вылезла видите так под тумбочкой не видно вот здесь они были аж страшно открывать видите вот это вот получается их норки вот видите здесь я шутцементировала и на цементах вот продукты жизнедеятельности этих ос но здесь никого нет здесь никто не вылез надо еще наверно хорошенько еще да еще может быть даже по всем углам сейчас пройдусь мне главное что я боялась чтобы они не начали роем вылетать и не искусали вообще так что сейчас еще везде по дыркам по всем пройдусь и тогда я уже буду больше уверена что они действительно покинули свое лежбище друзья на улице дождь уже какой день идет ну как мелкий брыжет воды цветах достаточно ну и часы хорошо а я к андрею эту взяла фанеру я ее пополам самара распиляла а здесь вот ровненько у меня не получается пилкой выпили поэтому я на отметила и мне там или он или батька отрежет и здесь нужно чуть-чуть на косую срезать дырочки где мне нужно просверлить тоже наметила вот так что чтобы уже доделать и можно будет чуть-чуть подштукатурить и можно потолок клеить она когда уже начнется клеить потихонечку уже будут повеселей пробегусь дождичь маленький так что зонтиком не промокну киска приветик приветик андрюха там занимается под зонтиком сколько персиков что такое товарищ продавец как аккуратненько андрюхи все один в один сложного левой еще и подписано какие-то подписано когда сорвала на кадр в моментация происходит в помещении они созревают так они с дерево падают и портятся поэтому их надо слегка недозревшими то есть переспелыми не надо рвать они вкуснее когда они сорванные до падения понятно это у тебя уже клиенты есть на эти или ты я не успеваю на рынок выехать приезжают и домой забираются и все хочу подкопить чтобы на рынок поехать детей поугощать я на рынке была смотрю лежат персики у продавца нет думала то ты там большие красивые не такие точно вот почему я и подумала что может за ты сидишь у тебя только здесь персики ли где-то еще лежат вот это я сейчас обрываю на дереве сейчас это то я в саду увидела что там еще много но не снимала ну я так чуть-чуть издалека там мокрая ноги будут мокрые я еще хотела сапоги резиновые одеть а потом думаю передумал ну идти по улице некрасиво скажу дождик чуть-чуть моросит спасибо я уже дома всем не обрезали дырочек где наметила сделали ну теперь самое главное наверно попробую прибить как оно получится но все ребята прибила это прицепила замазала пола хоть здесь вверху везде нигде никакие крепления не ставила только вот здесь по набивала вот несколько а по бокам только замазала это шпаклевка могут еще чуть-чуть выровнять надо держится все нормально так что можно будет клеить уже обоими оставался мне еще шпаклевка тут замазываем решила я вот плиточку чтобы она была как новенькая вот эти шовчики как беленьким обновить обновить пусть не выравнивать а просто чуть-чуть беленьким заделать и она будет красиво смотреться также эту ту же стеночку и вот плиточка как новенькая друзья добрый день ну что подготовила я уже потолочек прогрунтовала полностью все именно пока только потолок поклею потолок стены еще тут подмазывать надо но уже хоть уже хочется начать клеить потихонечку потолочек вот поклеен уже вид совсем под другой а потом уже будет этот и окошко мазать ну тут уже совсем немножечко осталось грунтовала я по бокам по краям кисточкой а так валиком хорошо быстренько вот специально грунтовку покупала что еще хочу показать в общем я здесь плиточку вот это вот как бы обновила платить вот эти швы которые были темные и просто шпаклевочкой подмазала может где-то не очень аккуратненько не то что швы просто чтобы не было черных полос видно вот с этой стороны тут я немножечко начала я думаю вид будет лучше или черные такие полоски или же все-таки будет беленькая как будто бы новенькая не знаю может быть сегодня еще может начну ну пока еще подсыхает потолок еще влажный не знаю как у меня желая но желание есть посмотрим пусть высыхает мне принципе еще надо покушать приготовить всем добрый вечер пришла покормить после дождей дощечка вся промокла мокрая была им подстелила вот такую она уже портится конечно и принесла кашки мамочки сухого корма насыпала а кто-то тоже грызет кушайте кашку вам кашку надо кушать кушайте кашку мисочки по убираем своим там детское питание накладывали каша здесь надо будет зайти с той стороны по убираться их не воду но что мокрая куртка на просушить сейчас зайду с той стороны да водички долить еще сейчас пройду сразу тема что нет тут сухая у них сухо так и поновить они тут хорошо я прихожу они тут с мамой вместе сидят сюда эти баночки поставлю темач это тоже надо убрать отсюда сухо хорошо тут можно сюда наверх запрыгнуть в крайнем случае ну я тут поставлю это может быть собачки съедят тоже целая куча мисок так сюда вам водички налить вот кто-то китти кэт народ давал только бросают здесь мало у них тут мусора еще досыпают не 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 Все, котов больших нет Да, плохо, что вот здесь тоже детское питание Котячий корм приносит, но бросают бумажки здесь Да, Кисюль? А ты муркочишь? Садись тут Муркоты Ой, ты такой хороший Что же вас никто не заберет, красавцы такие Ты красавец такой А ты, а ну-ка А ну Ой, ты такой мордашечка А черненький с беленьким вообще супер Красавец Все, мама подъела, пошла Ну все, ладненько, Киса, мне долго с вами тут тоже некогда сидеть Муркочат Худыхи такие Давайте уже, отъедайтесь Друзья, в общем, я не выдержала И начала клеить Приклеила вот один рулончик Тяжело, конечно, потому что, во-первых, это обои бумажные Сразу мягкие становятся Сразу мягкие становятся Может быть еще клей редковатый Не знаю В общем, я заворачивала обоину На голову ложила И только, получается, надо как бы с середины немножечко начинать Конечно, очень тяжело одной Главное, первый начать Я там вот рисовала, чтобы прямой угол был Чтобы ровненько все получилось Но сегодня уже не буду дальше продолжать Посмотрю, до завтра они приклеиваются Не отлетят А тогда уже буду дальше Потому что стыки начнешь соединять Чтобы они не порвались Так что, начало есть Надеюсь, оно выдержит